Вступили в силу новой ДБН и ширина полос уже 3 метра. Действительно, сегодня есть движение по ряду улиц, где ширина полос превышает. Мы сделали замеры по Николаевской дороге, по Черноморскому казачеству, по Головатому. Там в ряде мест ширина полос 3,75, есть даже полосы по 3,94 метра. Поэтому мы сейчас вместе с коммунальной установкой СМЭП, вместе с патрульной полицией сделали объезд этих улиц. Мы сделали замеры всех полос, всех рядов, для того, чтобы реализовать проект по выделенным полосам. Считаем, что такая выделенная полоса необходима. Она показала свою эффективность даже на небольшом участке Решилевской. Поэтому сегодня, на протяжении этой недели, по поручению Павла Демчеву, мы вместе с коллегами с управления дорожного хозяйства рассмотрим вариант, как реализовать проект по выделенной полосе. Идеальный, конечно, был бы вариант, чтобы мы сделали просто демаркацию полос и смогли организовать. Но если будет необходимо произвести расширение проезжей части, тогда, конечно, УДХ будет заниматься расширением проезжей части. Сколько всего полос? Сколько из них выделено? Сколько из них реверсов? У нас сейчас несколько вариантов. Мы рассматриваем варианты о том, чтобы две полосы были реверсные, одна полоса была для общественного транспорта. То есть вариантов много и предложений много. Тут еще нужно будет также посмотреть вопрос по организации и работы светофорных объектов. Возможно, нужно будет дополнительно установить светофорные объекты, изменить интервал и так далее. Это, скажем, блок работ. Но вот сегодня самое главное, это мы будем рассматривать возможность расширения и организации выделенной полосы и в перспективе также оптимизацию дорожных движений. А трамвай останется выделенным? Да, однозначно. Трамвай останется выделенным, работа общественного транспорта как раз и будет только улучшаться. Скажите, по реверсным полосам вы имеете в виду на поселок Котовский? На поселок и с поселками. Да. Планируется ли такая же полоса в направлении поселка Таира? В перспективе да. Но просто мы считаем, что сегодня, если говорить о задаче, особенно с поселка Таира, есть несколько дорог, по которым можно проехать, скажем так, в центр города. Это и Лизорская дорога, это и Фатанская дорога. Ну, это, в общем-то, есть альтернативы. Сегодня поселок Котовский, в общем-то, больше скапливается транспорт на одной дороге, и поэтому как с поселка, так и на поселок, поэтому основная задача пока по поселку. В перспективе, конечно, такая же работа будет сделана по поселку Таира. Продолжение следует...